Приветствую вас, если отвечать на ваш вопрос прямо, то модель поведения в ответ на какие-либо оскорбляющие факторы должна быть в полном соответствии с защитой ваших личных границ. Что это значит? Что это означает? Защита ваших личных границ. Защита ваших личных границ означает, что вы четко осознаете, где вы, где то, что касается вас, и где то, что касается других людей. Где, грубо говоря, заканчиваетесь вы и начинается то, что касается лично другого человека. Подобные личные границы и выстраивание личных границ является, на мой взгляд, одним из самых важных. Потому что, если вы не можете отделить человека от самого себя, если у вас не получается отделить человека от себя, то, соответственно, наблюдаются проблемы, и проблемы серьезные. Отвечая же агрессией на агрессию, вы, по сути дела, продаете только новую агрессию. То есть дело здесь даже не в том, что какая-то модель поведения запрещена. Дело здесь, на самом деле, я бы сказал в другом. Дело здесь в том, что эта модель поведения ведет исключительно в пустоту. И именно потому ее и не принимают, не считают ее сколько-нибудь адекватной и хорошей. Итак, я надеюсь, моя мысль вам ясна, что в ответ на агрессию поведение должно быть такое, чтобы вы чувствовали свои личные границы и понимали, что если есть другой человек, он это делает, потому что так хочет. Да, например, так хочет. И к вам, то, что он делает, никакого отношения не имеет. Вот. Именно к вам, к тому, что касается вас. Вот. Соответственно, это является ответом на ваш вопрос. Но для этого, для того, чтобы вы делали так, чтобы вы поступали так, чтобы вы действовали так, нужно, на самом деле, ресурс. Нужен ресурс, а у вас этого ресурса, скорее всего, нет. Потому что вы говорите о таких вещах, да? Вы говорите о таких вещах, которые можно назвать за счет проекций. То есть вы проецируете на себя какие-то вещи, которые вам дает ваш, ну, в данном случае оппонент. Пусть будет оппонент, да? Вот. Вот. И вы воспринимаете это на свой счет. На самом деле. Хотя, в действительности, в действительности, человек говорит скорее о себе в тот момент, когда кого-то оскорбляют. Да? То есть, человек не говорит в этот момент о вас. Человек говорит только о себе. И вот, возможность понять для себя, что это действительно так, возможность понять для себя, что человек проецирует, когда оскорбляет, а не оскорбляет в действительности, ну, является, пожалуй, данным главным для вас. Но на самом деле, как это видится мне, проблема не в этом. Я понимаю, вы хотите подстроиться, я понимаю, вы хотите подстроиться под модель поведения, вы хотите подстроиться под какие-то нормы. Вот. На самом деле, это не сделает вас счастливым, потому что вы либо будете продолжать переживать, по какой-либо причине, связанной со своими ощущениями. Либо вы будете себя подавлять, либо вы все равно будете, не будете чувствовать себя опять, опять, опять же счастливым. Вот. Потому что это будете не вы. По факту, по факту, то, что вы делаете, можно назвать подавлением своих желаний. Я бы сказал, что это либо безрадостная жизнь у вас, либо это, наоборот, жизнь без интуиции. Без чувств. Без эмоциональности. Без эмоциональности. И если это действительно так, то с этим нужно что-то делать, потому что это очень серьезно. Ну, по крайней мере, для вас это очень серьезно, потому что дальше-дальше будет тяжелее, и я вас на самом деле не пугаю. Сейчас. Ага. Первое, на что хотел бы обратить ваше внимание, это на то, что вы не уверены в себя. Очень и очень, пожалуй, сильно вы не уверены в себя. А раз вы не уверены в себе, значит, вы себя не принимаете. А раз вы себя не принимаете, значит, кто-то когда-то вам внушил, что вы не должны быть таким, какой вы есть. И с этим, на самом деле, очень плотно связано то, что вы так долго молчали. До четырех лет. То есть вы держали все в себе. Вы держали все в себе. Внутри себя все держали вы. И я полагаю, что у этого есть причина. Как правило, это строгие, подавляющие родители. Либо это родители, которые своего рода дусят заботой. Вот, не позволяют как-то реализовываться самому. Вот. Вот вы попробуйте вспомнить, что было в вашем, собственно говоря, детстве. Какие там были происшествия в вашем детстве? Что там происходило? Насколько вы были свободны, насколько вы чувствовали себя свободным. Я думаю, что не чувствовали вы себя свободным просто потому, что постоянные правила, запреты, подавления и так далее. Вы же понимаете, что ребенок не станет просто так молчать до четырех лет? Значит, вы видели в этом опасность для себя. И опасность была, видимо, ну, вполне себе реальной, если вы не говорили. Потом, у вас не было доверия к себе. То есть, если у вас нет своей модели поведения, значит нет доверия к себе. Если нет доверия к себе, значит нет доверия к своим чувствам. Но есть попытка, есть постоянное стремление к тому, чтобы, знаете как, умом, разумом преодолеть тот барьер, который у вас есть. Чтобы разумом на него смотреть, на этот барьер, чтобы разумом его ощутить. Чтобы разумом увидеть, что нужно делать. Не чувствовать, а знать. Так вот, в данном конкретном случае, далеко не всегда можно все знать. Иногда, и такое происходит часто, нужно всего лишь чувствовать. А чувствовать вы не можете. Потому что, вы не можете чувствовать, потому что ваши чувства подавлялись. И подавлялись ваши чувства, конечно же, самыми близкими, родителями. Я полагаю, что для раскрытия именно вашего поведения, да. То есть, для понимания того, что является вашим, что является вашим поведением, да. Необходимо, вам необходимо, больше доверять своим чувствам. То есть, больше прислушиваться к себе, к тому, чего вы хотите, к тому, что вам дорого, важно, ценно и так далее. И вот через, только через данный аспект, только через данный момент, вы сможете нащупать. А где же, где же, где же, где же, где же я-то сам? Понимаете? Это работа на эмоциональный интеллект. Это работа на доверие в себе. Поэтому начать я вам предлагаю с относительно простого, несложного компонента. Это компонент, значит, эмоциональный интеллект раскрыт в книге Федерико Перлзе «Гестальт. Психология. Практикум по гестальт-терапии». Соответственно, я думаю, что вам нужно обратиться для начала к этим аспектам. И уже потом работать с аспектами другими. Вот. Я думаю, так. Дальше. Вы пишете. Все взаимоотношения, которые и из фильмов и книг. Но меня озабачивает одна из моделей. В ответ на оскорбление, унижение, излишние датодные вопросы, можно только уничтожить собесконника. Нет, можно показать, что вам на него плевать. В вашем обществе, это я уже определил по некоторым косвенным признакам, такая модель поведения считается очень плохой. Знаете, есть здесь что-то, что меня настораживает. А именно, вы говорите «наше общество». Вот, загадка для меня, конечно, здесь, что вы подразумеваете под «нашим обществом». Почему это наше общество? Почему это не ваше общество? По какой причине вы ставите себя вне общества? По какой причине вы считаете себя вне его? Знаете ли вы, что происходит с теми, кто считает себя вне общества? Общество делает его изгоем. И у меня отсюда к вам вопрос возникает. Так, чего же вы все-таки хотите для себя? Чего же вам все-таки нужно для себя? Понимаете, вы действительно, положив руку на сердце, думаете, что взяв модель поведения и, грубо говоря, нацепив маску, вы действительно считаете, что это даст вам то, чего вы хотите? Вы действительно так думаете? Олег, модель поведения, которая будет не столь выделяться от общепринятой, это худшая модель из всех, что можно по себе представить. Потому что не выделяться, означает не быть собой. Вы боитесь быть собой. И страх быть собой нужно снимать. А до этого нужно доверять своим чувствам и, как я уже говорил, избавляться от тех запретов, что у вас есть. В старательном случае, вся ваша жизнь будет именно такой. В виде игры вы будете играть в какие-то маски, в какие-то позиции, вы будете играть в какие-то интересные, ну, может быть, интересные диалоги, да, может быть, вы будете делать что-то еще, вот именно в этом контексте. Но по итогу, по итогу, счастливее то вы не станете. А все-таки хотелось, чтобы вы были, жили в гармонии, в гармонии. Но вопрос в том, что вы готовы для этого сделать. Я не имею возможности здесь и сейчас, да, дать полную картину того, что с вами происходит. Ну, потому что, потому что я не знаю вас. Я полагаю, что есть у вас проблемы, помимо тех, что вы описали. Например, ощущение аутсайдерства, внутренние конфликты, ощущение того, например, что общество, в котором вы живете, является враждебным по отношению к вам. Все эти вещи, естественно, будут вам мешать. Все эти вещи будут, естественно, мешать вам жить полной жизнью. И потому я предлагаю вам додуматься о том, чтобы избавиться от этих вот грузов. От этого груза, я бы сказал, ответственности, негатива, может быть, и от постоянного страха. за то, что с вами будет. Ну, наверное, наверное, может быть. Речь идет даже о тревогности какой-то. Мне в любом случае представляется ситуация именно такой, что вам нужна помощь в этом. Возможно, вам нужно просто выплеснуть все свои чувства, выговориться о них, потому что вы никогда этого не делали, никогда не выговаривались, никогда не высказывали то, что вас волнует и так далее. Если, опять же, я прав, то начинать, именно начинать, нужно с этого, если я прав. Начинать нужно именно с этого момента. С того, чтобы дать волю своим чувствам. У вас же, я пока вижу только одну сплошную отстраненность. Вот. Подумайте, конечно, как и с чего вы хотите. Подумайте, конечно, что для вас важно. Подумайте, конечно, о том, в каком направлении вы хотите двигаться. Да? То есть, либо в направлении постоянного подстраивания под какие-то, ну, под какие-то нормы, правила там и так далее. Вот. Либо вы все-таки найдете, постарайтесь найти себя, самого, и будете вообще исходить именно из этих моментов. Вот. Тут, на самом деле, выбор делать только вам. Но, как психолог, я могу сказать, что, если вам хочется быть именно счастливым, то лучше все-таки жить с чувствами, а не разумом. Потому что, разум нужен, это понятно. Без него никуда, но культивировать рационально, как это делаете сейчас вы, мне не представляется, сколько-нибудь правильным и полезным. Я полагаю, что на этом нужно, можно закончить. Вот. Основной вопрос, мой, остается, в принципе, тем же, вы действительно считаете, что нахождение адекватной модели поведения даст вам того, чего вы хотите? Вы действительно считаете, что вам это поможет? Действительно ли вы считаете, что вам это поможет? Это первый вопрос. Второй вопрос. Это вопрос детско-родительских отношений. Да? То есть, вопрос того, какие у меня были отношения с родителями. И, значит, с чем было связано то, что я вот так долго молчал. Вот. Еще раз хочу сказать, что у этого есть причины. И начать здесь я бы хотел с истории вашего рождения. То есть, как вы родились? Как вы сами себе рассказываете историю своего рождения? Вот. Именно сами себе. Как вам дали эту историю, историю родителей, может быть? Что они вам сказали? Вот. Это очень тоже важный момент, если мы хотим вам помочь. Вот. Ну, а модель поведения, как я уже сказал, это вопрос личных границ. И если вас интересует тема личных границ, именно тематика личных границ, если вас интересует, я могу вам прислать аудиозапись. У меня есть аудиозапись, посвященная именно личным границам. Там вы сможете подробнее узнать о том, что такое личные границы. Я сейчас не буду этого делать, чтобы, ну, не отнимать ваше время и свое. Вот. Соответственно, последний вопрос, который меня беспокоит, это вопрос того, что вы говорите. это ваше общество вместо наше общество. Вот. И меня представляется это довольно тревожным аспектом, потому что, ну, вот, то есть вы себя как бы так вот отставляете, или, может быть, даже противопоставляете. Обществу влечет за собой проблемы. И проблемы, на мой взгляд, достаточно серьезные. По сути, именно потому, что вы не считаете людей своими, как бы, ну, поскольку вы не считаете общество, общество частью себя, именно поэтому вы и не можете с людьми связь иметь. Потому что постоянно идет противопоставление себя и других, ну, и других. А это на самом деле очень тяжело делать. Ну, просто, ну, хотя бы, хотя бы психологически это очень тяжело делать. Вот. Поэтому я, значит, думаю, что именно так можно вам ответить на ваши вопросы. Значит, пишите, если у вас остались дополнительные вопросы ко мне. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. AGтор. Продолжение следует...